Топовые турниры, многомиллионные призовые, всемирная слава – только одна сторона современного тенниса. Другая – это годы кропотливой работы, самоотдачи и бесконечные часы тренировок. Но безграмотной тренерской работы даже неимоверных усилий спортсмена может не хватить для достижения самых высоких целей. Впрочем, о том, как добиться результата, вам может рассказать новобранец Белорусской теннисной академии Абдул Силах. Для того, чтобы увидеть плоды работы Абдула, вы можете взглянуть на первую строчку рейтинга WTA. Да, в недалеком прошлом этот специалист был тренером по физподготовке самой Сирены Уильямс, первой ракетки мира на данный момент. Сейчас Абдул в Минске, и его цель – вырасти тут поколение чемпионов. До этого я занимался только с профессионалами. Работа с молодежью – для меня новая возможность и новый опыт. Мне было очень интересно. Я воспринимал это как вызов самому себе. Но моя философия сильно не поменялась. Я работаю с ними, как с лучшими в мире игроками. И главная цель у меня такая же, как и всегда – сделать их еще сильнее. Моя философия всегда заключалась в том, чтобы как можно лучше подготовить спортсмена физически. При этом я всегда мотивирую его на достижение максимальных результатов. Приход Абдула – не единственное изменение в работе Академии. Сейчас формируется новая структура. Все это для того, чтобы поставить хорошие результаты наших теннисистов на конвейер. Создается четко выстроенная иерархия тренеров. В Академии ушли от традиционных жестких привязок, в которых игрок закреплен за одним конкретным тренером. Теперь в подготовке молодого теннисиста участвует целая группа специалистов, в которой каждый отвечает за отдельный элемент. Молодые спортсмены пока привыкают к новой системе. Поменялось сильно, да, и в лучшую сторону. Стали интегрировать физподготовку во время наших теннисных тренировок. То есть вместо отдыха у нас теперь упражнения на физподготовку. Достаточно сложные тренировки получаются, но в современном теннисе без такой работы не пробиться никак. Поэтому справляемся, привыкаем. Еще одним ценным пополнением в тренерском штабе Академии является польский специалист Маций Дамко. До этого он был тренером Урсулы Радваньской, сестры, не нуждающейся в представлении Огнешки. А также принимал участие в подготовке сборной Польши к Кубку Федерации. Моя цель здесь, чтобы сделать очень сильную Академию, чтобы все игроки чувствовали здесь, как домой. И чтобы каждый лучше играл. Я думаю, что мы все здесь для игроков. И чтобы игроки тоже знали, что мы для них все понимаем, как мы видим игру, теннис, так мы это хочем сказать для них. Хороший настрой на кортах и за его пределами действительно часть того механизма, который стараются создать в Академии. И эта система касается не только игроков и тренеров, но и всех остальных работников. Абдул и Мацей действительно являются вообще такие позитивные ребята. Всегда ответят на вопрос, если надо по работе, всегда здороваются, спрашивают, как дела. Затем постоянно, когда я наблюдаю за тренировочным процессом, вечно слышны какие-то шутки. Ну и вообще, когда я брал интервью у Мацей, Абдула сказали, что мы хотим построить еще и позитивную систему на кортах. Я смотрю, что сейчас девчонки, как бы парни, теннисисты, действительно, у них настрой поднялся намного. Моей философией также является создание одной единой команды. Отношения внутри рабочего коллектива должны быть похожи на отношения в семье. Только такими путями можно достичь высоких результатов. Поработав с местными специалистами, я понял, что этот замысел вполне реален, и вместе мы можем построить сильную команду. Безусловно, Белорусская школа тренеров достаточно уважаема и пользуется авторитетом на международной арене. Но приглашение специалистов мирового уровня в Академию – очевидный шаг вперед. Взгляд на некоторые вещи со стороны очень полезен. Вдобавок ко всему, это способствует продвижению нашей страны как спортивной державы. Впервые, когда я услышал об этом месте, я подумал, что это остров. Конечно, когда я побывал тут, я понял, что это не так. Тут очень-очень холодно. Но прожив тут какое-то время, я влюбился в этот город. Тут много теплых и душевных людей. Я тут прижился, воспринимаю Минск как второй дом. Возможно, я буду приезжать сюда не только по работе. Побывав в Академии тенниса, можно понять, что условия для роста тут созданы самые благоприятные. Горящие глаза наших молодых теннисистов в сочетании с опытными наставлениями именитых тренеров – коктейль, который может дать отличный результат. Но говорить что-то пока рано. Молодые спортсмены, как и растения, до того, как окрепнут, требуют много внимания, заботы и ухода. Но надежда есть, что через какое-то время рейтинги WTA и ATP пополнятся белорусскими именами.